МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины приношения на телеканале Беларусь 4 Гродно у студии Вольга Пелянчук и глядите сегодня у выпуску. Об развитии социальной сферы ишла говорка на пятой диалоговой плясовце у областных центров. Беларуские парламентары знайомятся с потенциалом среднеспециальных установ адукации Гроденшины. По установленных правилах транзит грамадян пра с территории Беларуси ожиціявляется без доведки на COVID-19 и самоизоляции. Сустреца с молодзю доведаться об их поспехах и проблемах по чуть-чуть пропановы. У рамках двухденнага визиту у регионы старшиня Постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Беларуси по адукации, навусы, культуры и социальным развитии наведывая установы среднеспециальной и профессийной адукации Гроденшины. У приватности сегодня Виктор Лескович сострылся с педагогами и наученцами Гроденского Державного колледжа техники, технологии и дизайну. Подробь я з ней уведаю материал. Без агульного сбора эписитуация не спрыяя, а непосредна у навучальных аудиториях. Менавіта таким отрымався визит парламентария у навучальную установу. Першими, до кого завітал Виктор Лескович, были хлопцы и девчаты, что навучаются по специальности техник-программист. Деалог с будущими графиками закранае множество тем. От працы уладкования до интересов и захоплению. Узникает питание и на конт-падеи, яке зараз отбывается в Украине. Его, до слова, задают сами молодые люди. Мы не знаем полные, конкретно, общие установки в стране. Мы только видим то, что нам либо показывают по новостям, либо в телеграм-каналах. Поэтому мы не можем иметь какую-то конструктивную, абсолютно конструктивную точку зрения. И хотелось бы узнать, как вы видите эту ситуацию. Уласное меркование на конт-ситуации в Украине Виктор Лескович, выказывая щиро, открыто, с яскравыми прикладами со своего життя. Особливо подкресливаючи думку, что любые проблемы треба и важно выращать по сродках дыалогу. Звертаются до гостя и с пропоновой на конт-змену у законодавства, яке станучо поуплываюць на будучи немолоди. После завершения учебы в колледже, например, или в университете, сложно устроиться на государственное предприятие, потому что нет стажа опыта. То есть в большинстве своем вакансии требуют от года стаж, что не позволяет молодым специалистам пойти на эту работу. Например, давать какие-то тестовые задания, после выполнения которых определять, может этот человек работать или нет. Побывал Виктор Лескович и у будущих специалистов машинобудования, а так само модельеров-конструкторов. До слова минавито тут навышается селетний гонор установы Юля Гончарук. Девчина заняла первое место на республиканском конкурсе WallSkills Беларусь 2020 и зараз рыхтуется до аналогичного сусветного, який пройдет в Китае в будущем году. Там будет, конечно, все намного сложнее, пока неизвестны еще все задания, но как только мы их получим, то сразу начнется подготовка. Хочется почувствовать детей, спросить, что нужно, какие внести изменения в регулирование и совершенствование молодежной политики в стране, чтобы дети были востребованы, чтобы они нужны были, чтобы они чувствовали свою принадлежность к тем процессам, которые, позитивным процессам, которые происходят в нашем обществе. И, конечно же, мы должны все делать так, чтобы им в последующем было интересно жить, интересно работать в этой стране. Як прогушала наприконцы, подобные встречи с молодыми жахарами при немыня станут постоянными у практицы представников улады. До приклада, за утро Виктор Лискович планует наведать Волковыйский район. У приватности Волковыйский державный аграрный колледж. Диалоговые пляцовки протягивают свою працу в регионе. Чарговая встреча пройшла на базе Гродзенского державного медицинского университета. На этот раз на обмерковании была пропонована тематика социальной сферы и ее накерунки – адукация, спорт, культура и экология. Это уже пятая встреча, организованная по инициативе керавника Гродзенского областного выконаучего комитета Владимира Каранника. Вынесенная тематика мела шмат векторов для конструктивного диалога. Так, частка узнятых пытаний втычилась в ипросовке пропону у адукационную сферу для унесения ответных изменов у Конституции Республики Беларусь. Фактически год от года страна, развиваясь и получая определенную ресурсную базу для реализации задач по образованию населения, предоставления возможности обучаться в школе, мы видим, что Конституция изменялась. Считаю необходимым вернуться к тезису, который исчез из Конституции 1994 года об обязательности отдельного уровня образования. Великая увага аудитории надавалася пропоновам по удосканалене праце системы эдукации. Были огучены думки по уже ранее узнятых пытаниях. Самые спрешные темы – захование педагогичных напрацовок, незалежная оценка ведов в учнях и особенности призыва у армию для юнаков. Конечно, парней беспокоит тема предстоящего призыва в армию. В первую очередь, эта тема беспокоит тех, кто туда еще не сходил. Понятно, что перед ними стоит перспектива направления туда. С учетом последних изменений по однократному использованию отсрочки, конечно, задают такие вопросы. Дискуссии в рамках диалоговых пляцовок будут протягиваться. Про место и дату проведения наступной сустречи можно доведаться на сайте Аблова Конкама о специальном разделе «Гродзинский диалог 2020». Там же каждый жадающий может покинуть свои пропоновы и заявку на удел. В городе Гродно на сегодняшний день зарегистровано 58 детей, которые имеют потребу о полиатурной допомозе. Такое оказывают хосписы, медико-социальные установы, которые могут наведывать хворые с поставленными невылечными диагнозами. Узрост самый разный, спис диагнозов разностайны. Але для усіх максимальная увага, клопот и допомога сбоку державы. Неводная дитя и семья, яка сутыкнулася с серьезными выпробованиями, не застанется без уваги. Такие комментарии дают представники региональной системы охоты здоровья на заявившиеся новые факты. По городу Гродно на учете состоит 58 детей, которые в данный момент нуждаются в оказании паллиативной помощи. Данная паллиативная помощь может быть оказана как в условиях поликлиники, так и в условиях стационара. Это в палате паллиативной помощи на базе Гродненского дома ребенка. Паллиативная медицинская помощь прежде всего направлена на улучшение качества жизни ребенка, на улучшение качества жизни членов семьи, на проведение каких-то медицинских манипуляций, на проведение реабилитационных и абилитационных мероприятий для данного ребенка и для данной семьи. На сегодняшний день, как я уже и повторюсь, что находится под наблюдением 58 детей, ни один ребенок не останется без внимания медицинских работников. Наблюдение будет проходить как на дому медицинскими врачами, медицинскими сестрами, так данные виды помощи, как, например, какие-то моменты реабилитационных мероприятий, могут оказываться как в условиях поликлиники, так и в условиях на дому. Жихар Гроднен нанес травмы дружиннику автобусного парка. Инцидент отбылся, когда контролеры ожидаюли проверку пассажиров. На одном из припынков высветлилось, что 18-годовый молодой человек ехал без оплаты проезду. Ему пропоновали пройти у службовый транспорт для составления администрационного протокола. Однако юнак поспробовал утяжки и применил силу. По факте пошата криминальная справа. Изначально он уже направился, прикладывая свою карточку к терминалу, но в последний момент, видимо, передумал. Он попытался покинуть транспорт, при этом оттолкнул дружинника, который также помогал контролерам. Дружинник попытался догнать молодого человека, он схватил его за плечо. Тот развернулся, нанес один удар в пах и также несколько ударов по телу. После чего молодой человек убежал. Сотрудники уголовного розыска установили личность молодого человека. На данный момент также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. У Волковыцком районе спынена спроба незаконного обороту наркотиков. Як высветлили оперативники, мясцевые жахары вырошивали конопли у леса. Раслина не была дикорослой. Три аккуратные градки у леса давали зразуметь, что за ими сочат и чекают уроджаю. Высветлилось, что до их мают дочинения 31- и 32-годовы мясцевые жахары – будовники по профессии, які на объекте заховывали частку вырошенного. Усягого конфискована крыху больше за 2 грамма. Марихуаны и 4-х килограммов конопля в сырой вазе. Со слов мужчин, усё гэта я не мели намер выкрыстать особисто. По факте распачата криминальная справа. С 22-го кастрычника у парадоку езду на территорию Беларуси унесены змены. Як поведомляет пресс-служба Держпогранкомитета, для замежников альбо особ без громадянства, тепер транзит пра с территорию нашей краины ожитивляется без доведки на COVID-19 и самоизоляции. Не повинны проходить тест на коронавирус по вертанню дому и громадяни Беларуси. Новое введение датычит ты, кто плануя знаходиться на территории нашей краины не больше за 24 годины. Удаденным выпадку замежным громадянам и особам без громадянства, які накеровываются у іншій краины транзитом пра с Беларусь, доведка об отсутности COVID-19 не спотребится. Так само яны не повинны проходить десятидённую самоизоляцию. Проезжающим необходимо будет документально подтвердить 24-часовой транзит. К подтверждающим документам могут быть отнесены проездной документ, билет, транзитная виза Республики Беларусь, официальное приглашение органа или организации государства следования, путёвки в лечебные и оздоровительные учреждения. Некоторые иные документы в отдельных случаях. Для тех, у кого не будет документов, подтверждающих транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции с целью транзита. Таким лицам будут выдавать анкету прибывшего, в которой они должны будут оставить запись «Транзит через территорию Республики Беларусь» в срок не более 24-х часов. Важно знать, что эту анкету лицо обязано сохранить, а при выезде из страны предъявить пограничнику. Тые громадяни, які не поспеют тягом суток покинуть территорию Беларуси, повинны будуть зробить тест на коронавирус и при пересечении мяжи предъявить документ об адмовным вынику лабораторного доследования. Дададим, что актуальным з'является тест, зробленный методом ПЦР. Пройти доследование можно на базе территориальных установ Ахова-здоровья. Министерство Ахова-здоровья засвердило методичные рекомендации по профилактиции коронавирусной инфекции. Яны признашены для работников и наведывальников коммерцийных и некоммерцийных организаций, предприемства устанул и накированы на снижение рызок распоусюживания инфекции и захования здоровья во умовах пандемии COVID-19. В областном центре и регионе продолжается реализация основных сан против эпидемичных мер, накированных на профилактику и попереджение распоусюжения вирусных инфекций у тым лику COVID-19. Яны тышатся у сих объектов и субъектов господарения. Усе рекомендации медиков нагадывают специалисты, повинны выконовать и грамадяне у своем повседенном житии на работе и дома. О пелных правилах дорослые дети повинны памятать, коли наведывают громадские места, те користаются громадским транспортом, а без специй клопотятся, конечно, транспортники. Для нас очень важно, чтобы наши пассажиры были в безопасной среде, поэтому, как только появился этот коронавирус, еще весной мы начали обрабатывать салоны нашего подвижного состава различными препаратами, такими, которые рекомендует Минздрав. И эту работу мы ни на секунду не останавливали. Мы и весной, и летом, и сейчас, и во время, значит, въезда в депо, и во время перерывов на обед мы обрабатываем мелкодисплеерсионным составом, то есть компрессорами обрабатываем внутри подвижного состава. У городским троллейбусном управлении технику до рейса урыхтует как звонку, так и в салоне. Перед выходом на маршрут проводится обовязковая аэрозольная процока. При этом, одномусловый набор антисептичных сродков выдается кожному водителю у рейс. По словах транспортников, распорцеванными разом с эпидемиологами и инструкциями, и они корыстаются еще из весны, когда только пошли фиксоваться первые факты ковид. У Гродня до слова денежает два пункта санопрацовки троллейбусов. Специалисты раствором дезинфикуют электротехнику. Это постприемки у нас. На данный момент мы все троллейбусы обрабатываем. Путевые листы им отмечаю. Уже с начала пандемии все вот так вот брызгаем. Там поручни, двери, ну где больше скопления людей. Ну минуту больше оно не занимает, если быстро не стоять. Подчас опрацовки особная увага поручням, тем часткам машины, с якой контактует максимальная колькость пассажиров. А прочь дезинфекции на концовых припынках водители проветривают салон. Таким чином удается выконовать полный комплекс вызначенных мер безопасности, что заявляется реальной допомогой у обороны супрать вирус инфекции. Об важности удела у компании по вакцинации насильства супрать гриппу нагадывают медики региона. По традиции иммунизация проводится перед сезонным уздымом в острых респираторных инфекциях. Сулета важность компании подкресливается на фоне росту захворывания на коронавирус. Специалисты означают, что перекрыжование двух сурьезных вирусов гриппу и ковид-19 может иметь самое сурьезное наступство для здоровья человека. В этой связи медики нагадывают об эффективности прищепок супрать гриппу, а так само закликают не забываться об простых мерах профилактики вирусных захворываний. Подробности у рубрицы «Комментары дня». В 2020 году мир столкнулся с новым коронавирусом. Его распространение приобрело пандемический характер. И, к сожалению, сегодня он продолжает циркулировать не только в мире, но и у нас в республике. И, к сожалению, мы отмечаем подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, инфекцией COVID-19. Пришла осень, и, конечно, мы и в ожидании сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. И, конечно, мы предполагаем, что будет проходить циркуляция как коронавируса, так и других респираторных вирусов, и, конечно же, вируса гриппа. И вот сочетание коронавируса и вируса гриппа, оно, конечно, представляет наибольшую опасность для человека, даже по той простой причине, что оба эти вируса, они неблагоприятно воздействуют на легочную ткань, вызывая пневмонии. Доказано, что грипп, вирус гриппа, вызывает осложнение со стороны других систем организма сердечно-сосудистой, допустим, там, в виде миокардита, со стороны нервной системы в виде менингита, энцефалита и так далее. Но и коронавирус не так просто, да, коронавирусная инфекция не так просто протекает. Конечно, кто-то переносит ее в легкой форме, и бессимптомной даже, но, к сожалению, регистрируются и серьезные тяжелые последствия после перенесенной коронавирусной инфекции. Поэтому защитить себя в этой ситуации очень важно. К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на то, что вакцины разрабатываются и уже отдельные проходят испытания, все-таки на сегодняшний день защиты в виде прививки от COVID-19 нет. Но от гриппа мы можем себя защитить профилактической прививкой. Грипп опасен для каждого. То есть каждый может заболеть гриппом. И как он будет протекать, конечно, сложно сказать. Но все-таки наибольшую угрозу грипп представляет для определенных категорий населения, для так называемых групп риска. И здесь мы выделяем несколько групп. Грипп однозначно это лица пожилого возраста. И это лица, которые страдают хроническими заболеваниями. Причем очень часто считают, что если есть хроническое заболевание, то оно является противопоказанием к вакцинации против гриппа. Мы бы утверждали об обратном. Хроническое заболевание как раз это показание для вакцинации против гриппа. Потому что прививка защищает человека и тем самым предотвращает развитие осложнений со стороны систем организма, особенно если есть какие-то проблемы со здоровьем. Однозначно к гриппу очень восприимчивы маленькие дети. Поэтому есть вакцины, которые уже можно вводить, начиная с 6-месячного возраста. Но если по какой-то причине все-таки родители не хотят прививать малыша, или же в семье есть дети до 6 месяцев, тогда, конечно, надо позаботиться о том, чтобы взрослые не стали источником заражения, источником инфекции для малышей. То есть, конечно, в такой ситуации взрослые в семье должны, то есть мы рекомендуем им также привиться. Однозначно восприимчивы гриппу беременные женщины. Поэтому мы рекомендуем прививаться при планировании беременности до беременности. Также можно привиться против гриппа во втором и третьем триместре. Это будет абсолютно безопасно, но тем самым женщина и ее будущий малыш будут защищены. Подвержены заболеванию гриппом и вообще дети. Поэтому, конечно, их вакцинации уделяется большое внимание в организованных коллективах, в детских садах и в школах. Однозначно нельзя забывать о тех людях, которые по роду своей профессиональной деятельности также подвержены высокому риску заражения. Это люди, которые контактируют с большим количеством людей. Медработники, педагоги, работники торговли, сфера обслуживания бытового, банков, почт и так далее. Поэтому, конечно, мало того, что прививка защитит их самих однозначно, но еще, конечно, когда они защищены, то есть они не заболевают, тем самым не представляют опасность или угрозу для тех людей, с которыми они контактируют. Однозначно, прививка важна, да, и она защищает от вируса. Во всяком случае доказано, что из 100 привитых вирусом не заболеет 70-98 человек. Хотя, конечно, ни одно лекарство, ни одно профилактическое средство 100% защиты не дает. Поэтому необходимо помнить о том, что есть еще и другие меры профилактики. И именно ситуация с коронавирусной инфекцией весной, да, и в начале лета, когда был подъем заболеваемости, доказала эффективность. Я бы так выделила трех моментов, трех профилактических направлений. Прежде всего, это личная киена, то есть это мытье и антисептическая обработка рук. Всегда, когда вы контактируете с какими-то поверхностями на работе, когда вы контактируете с поверхностями в общественном транспорте, когда вы возвращаетесь домой с работы, пожалуйста, помните, что необходимо вымыть руки или, если нет возможности вымыть, иметь с собой антисептик. И антисептики есть у нас практически сейчас везде в общественных местах. То есть обработать руки. Это первое. Второе. Это использование масок, медицинских масок, бытовых повязок. Сейчас их огромное множество. Они из хлопчатобумажных тканей, из трикотажа. В том числе и медицинские, конечно, есть. Они широко представлены в аптечной сети, в торговой сети. Это барьер. То есть это непосредственная защита от проникновения вируса не только коронавируса, а и других респираторных вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Мы все прекрасно об этом знаем. Это механическая защита. Поэтому однозначно к этому надо возвращаться. К сожалению, пока на сегодняшний день мы видим, что значительно меньше населения использует маску. Но даже в отличие, в сравнении с весной и началом лета. Мы рекомендуем вернуться к использованию масок. Но, конечно, необходимо помнить о том, что маску необходимо правильно использовать. Не более трех часов. Как можно меньше касаться к ней руками. И однозначно маска показана в закрытых помещениях. То есть там, где контакт с людьми не исключен. Причем мы же не знаем статус окружающих нас людей. Вполне возможно, что они являются бессимптомными носителями вирусов. Или в какой-то легкой форме переносят. То есть тем самым все-таки мы себя защищаем. И, конечно, последний момент – это дистанцирование. Это дистанцирование – это все-таки исключение или ограничение ненужных контактов. То есть контактов, от которых на сегодняшний день можно отказаться. И это все, о чем мы хотели рассказать. Я развитываюся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова